Добрый день, друзья! В эфире Тельман Шоу и у нас в гостях Ильхам Закиев. Добро пожаловать, Вердархан. Здравствуйте. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве, когда учился в школе, мечтали после окончания школы поступить в институт, потом после обязательной службы, наверное, в каких-нибудь силовых структурах, может, полицейским, может, в охране президента. Физические данные позволяли об этом думать. С детства я отличался от своих ровесников физическими данными. Такие были мечты детства. Сумгаид является кузницей чемпионов. Это не секрет, что очень-очень много спортсменов, выдающихся и спортсменов результативных, родились и выросли в Сумгаиде. В чем секрет успеха спортсменов из Сумгаида? В этом году будет 70-летие образования Сумгаида. И за эти 70 лет Сумгаид азербайджанскому спорту дал много спортсменов, которые знает, можно сказать, весь мир. Один из них Рафаэль Агаев, который, когда говорится про карате, другая фамилия, никто не может сказать. Первый Рафаэль Агаев, когда говорят шахматы, семья Маймадьяровых, которые в одной семье три гроссмейстера. Я хочу отметить, что в Турции 80 миллионов населения, ни одного гроссмейстера нет. А у нас, в городе, в Сумгаиде, где я сейчас живу, там в одной семье у нас три гроссмейстера. И первый чемпион мира по такоманду, немецкий Пашаев, бывший МСССР. Вот он был первым чемпионом, он тоже из Сумгаида. И Ильхам Закив, который сейчас вам дает интервью. Вы обладаете фантастическим чувством юмора. Вот откуда вот берете эту позитивную энергию? Вот столько позитива от вас вот исходит. Наверное, любовь к окружающим, любовь к жизни и любовь к Аллаху. Я получаю удовольствие, когда кто-нибудь радуется, кого-нибудь обрадовать. Я вот от этого получаю удовольствие. Некоторые люди получают удовольствие от кому-нибудь нагадить, что-нибудь там. А я вот получаю удовольствие, когда кто-нибудь радуется и кого-нибудь обрадовать. Такой у меня характер. А часто люди обращаются к вам за помощью бывает по мере возможности тоже помогает и к своему стату хочу отметить что вот я знал о ваших результатах но только на европейских играх на открытие европейских после этого я узнал о том как вот это все произошло как вы пришли в паралимпийский вид спорта и вот я хочу чтобы вы рассказали у нас русскоязычная аудитория это в основном те кто живут за пределами азербайджана сказать как это все произошло родился в городе сумго эти 1980 год 3 марта в обычной азербайджанской семьи мы были четыре брата и одна сестра из братьев самый младший был я после меня была одна сестра отец работал на заводе мать работала в садике нянькой обычная азербайджанская семья ну школу пошел брать любовь к спорту пришла от старшего брата фикрет он на три года был старше меня он занимался вольной борьбой я тоже начал спорт в 10 лет вольной борьбой начал заниматься с ним вместе ну потом через некоторое время нас наш тренер уехал за арбеж и я поменял вид спорта с 15 лет я начал заниматься джидо сумго эти и за короткий срок у меня я добился больших успехов в республике стал неоднократным чемпионом города но призером республики и последнее моё соревнование было 98 году в июне месяце я стал чемпионом кубка азербайджана и на следующий месяц в июле месяце меня призвали к службе 2 июля 1998 года я пошел служить ну как гражданин азербайджан пошел отдавать долг родине отличался от своих соперников отца сверстников физическими данными поэтому меня избрали в разведку начал служить как разведчик в спецслужбах там спецназ девяносто девятом году 4 февраля все знают что 20 процентов территории азербайджана оккупированы со стороны армянских оккупаторов я служил при фронтовой линии и девяносто девятый год 4 февраля во время исполнения спецбоевого задания меня ранил снаперский снаперской винтовкой враг пуля залетела в левый висок вылетела в правый в итоге 5 дней я пролежал в коме врачи родителям сказали готовьтесь он умрет так сердце здоровый спортсмен поэтому пока дышит но готовьтесь к худшему он умрет но представьте состояние родителей на пятый день иском я очнулся на мамин голос и но в результате чего когда очнулся я не смогли увидеть в результате этого ранения я полностью потерял зрение и домой вернулся инвалидом первой группы карбахской войны трудно было мне было 19 лет еще 19 лет исполнить 19 лет я справлял в госпитале вот пришли друзья там одноклассики там вы спидел провели там 19-летие в аллаху друзья семья братья были рядом и поддержали мне в нужный момент и сейчас нам за киев добился вот этих успехов а желание под принимать участие в паралимпийских играх это у вас было лично или вам предложили это было чисто случайно 2002 году я обратился министерство спорта тогда был министр был а при фаскараев ему обратился как бывший спортсмен насчет лечения и он обратился к президенту олимпийского комитета нашему близкому другу спортсмену и хамалиева меня отправили в москву институт именно федорово там меня обследовали в результате обследования сказать что медицина на сегодняшний день бессильно что-нибудь сделать но в ближайшем будущем это будет возможно по возвращению из москвы и был есть такой один хороший человек он работал министерстве спорта так это риф ну я так зашел к нему там рассказал что как там прошло и в ходе беседы я у него спросил вот слышал паралимпийское паралимпийский спорт там инвалидом по зрению какой-нибудь вид борьбы есть рядом со мной позвонил национальный паралимпийский комитет и ему там сказали что есть дюдо ему рядом по зрению как я и он тоже очень обрадовался он там сказал что рядом со мной сидит молодой человек будущий олимпийский чемпион будущий чемпион мира я сейчас он подойдет к вам что надо сделать и помогите ему и он мне сказал что я вам тебя на лбу написано что ты будешь олимпийским чемпионом чемпионом мира иди завтрашнего дня начинай тренировки ну я пошел в национальный по олимпийской комитет там ваглевый наш президент нашего паралимпийского комитета ильга рагимов и все весь коллектив меня очень тепло встретили мне создали нужные мне условия и 2002 год с 1 ноября я начал тренировки уже в паралимпийском движении трудно было адаптироваться в первые дни на татами но любовь к спорту и первые соревнования были 2003 году канада крыбек единственный чемпионат мира который давал лицензию в афин и там я в итоге жеребьевка попал первую схватку с кубинцем рафаэль торис помпа чемпионом мира схватка прошла очень трудно и я по очкам проиграл ему дальше так как он вышел финал я боролся за бронзу за бронзу я выиграл бразильца и за третье место я боролся с японцем кеджи амакао его тоже выиграл и в итоге я бронзовую медаль завоевал и лицензию на афинский паралимпийские игры на за там за год усиленные тренировки первый раз 2004 году азербайджанский спорт паралимпийское движение я был единственным джидаистом который представлял на паралимпийских играх азербайджан это была очень большая ответственность и 20 сентября вышел на татами и жеребьевка тут так пришла что я опять первую схватку был с кубинцем команда даже друзья все волновали что ильхам опять попал с кубинцем что будет как будет не волнуйте я готовился чтобы выиграть его даже во время тренировок когда я сильно уставал перед моим глазам приходил этот кубинц я второе дыхание мне открывался я тренировался именно чтобы победить его ну спадка длилась минуты 20 секунд чисто победа япон полфинал я боролся с испанцем фермен капус ариза он был очень самодовольны до меня он выиграл нашего чемпиона мира там немца и он потому что выиграл чемпиона мира и там закиев был третьим на чемпионате мира так особо недооценил меня и 37 секунд чистая победа я вышел финал финале был очень такой из великобритании спортсмен бронзов призер атланты с ним схватка длилась минута две секунды чистая победа япон и так в первый раз азербайджанская паралимпийский комитет 1 паралимпийский чемпион стал хам за киев и в честь моя победа поднялся фраг флага азербайджана и прозвучал наш гимн в этот момент я думаю счастливее меня всем мире не было никого там мы тоже честно говоря очень счастливы были тому что впервые в паралимпийских играх были такие результаты больше поражает вот это краткосрочные к спаре не до вашего этот принято так дзюдо то есть так бывает что таких коротко за такое короткое время можно победить или это ваши личные результаты нет бывает так бывает от дзюдо такой вид спорта там каждая секунда может быть маленькой диндооценивание соперника это можешь проиграть его чем отличаются наши паралимпийцы вот те условия которые есть от паралимпийцев других стран я вам скажу в 2008 году в городе сумгайте господин президент нам подарил паралимпийский комплекс единственный пока бывшим ссср у нас сумга эти построить там паралимпийского комплекс и открытие было когда нас провожали в пекин там есть все условия для любых категориях инвалидности и там есть очень хорошие условия заниматься спортом всем категориям там есть у нас и бассейн там есть и завод дзюдо там и powerlifting и стрельба там пневматика очень хорошие условия чтобы заниматься какие условия созданы для людей с ограниченными возможностями как вы считаете что необходимо еще сделать для того чтобы условий было больше чтобы они могли чувствовать себя более комфортно в городе светофор по и море нам по зрению только на на риманово есть вот такие светофоры было бы хорошо чтобы люб по всему городу и особо там но и мальдом по зрению так особо не очень нужно вот и валий который в коляске вот для них нужны там пандусы чтобы они могли спокойно выходить в город сумга эти нет да таких светофоров нет особо необходимости тоже нет сумга это для европы которые там и молитва за у них никого нету там одни живут там у них нет друзей нет братьев у нас такой особенности нет так особо не нуждаемся в этих в этих светофорах если я не ошибаюсь вот поправьте меня говорят что вы иногда тренируетесь с олимпийцами то есть спортсменами которые вот не являются бар олимпийцами и побеждаете их я бы хотел особо отметить федерацию дзюдо азербайджанская федерация дзюдо там не создают нужные условия по клаве равных абдуллах и особо хочу отметить вице-президента садах садокова который создает не условия насколько вы знаете спаррингов я борюсь в категорию плюс 100 спаррингов начать найти очень трудно поэтому я вот со сборной азербайджан с олимпийской сборной азербайджана там с ними работаю и на международные сборы тоже едем с ними довольны ли вы уровнем образования в спортивной сфере закончила академия физкультуре прошлом году магистр как магистр закончил получил диплом академия спорта после того как пришел фуат аджеев наш новый ректор там кардинальные изменения в хорошую сторону некоторые факультеты открылись по спортивной журналистике там по медицина там очень хорошие сейчас условия и хорошие специалисты там на будущее будут что вы обычно советуете молодым и начинающим спортсменам в этом что во первых они чтобы правильно и выбрали вид спорта особо хочу отметить сейчас многие идут на мма там бои без права это нехорошие это неправильный вид спорта неправильный выбор даже сможет там родители приносит 7-8 лет ребенка на бои без сразу хотим его записать зачем так калечить ребенка есть получше вида спорта чтобы спорт это чтобы здоровый образ жизни был во-первых возраст должен правильно правильно определить маленьком возрасте можно на гимнастику и плавание а после 9 лет только на любые виды спорта борьба джидо карате можно джидо все-таки лучше не начинается где самого раннего детства с девяти лет а раньше девяти лет не не желательно но до девяти лет он должен желательно что или плаванием или гимнастике большинство случаев еще на акробатику запас роботик один на спортивный гимнастик это самый идеальный фундамент будет для любого спортсмена в азербайджане роль женщины в разные периоды истории всегда была как бы на втором плане как вы считаете что тормозит вот что является тормозящим фактором для того чтобы наши женщины также наравне с мужчинами могли быть и олимпийскими чемпионами тренерами там министрами какие-то руководящие посты занимали я бы не сказал так у нас первый олимпийский чемпион Азим Гусейнов второй там нам к обдували сервера михтятинова олимпийская чемпионка независимо азербайджана все дни она стала золотой завоевал золотой медаль в афинах она стала бронзовой призеркой сейчас она работает в динамо она там старшая в динамо в основном менталитет вот и чтобы родители правильно выбрать вид спорта для девочки для девочек не все виды спорта подходящий например я не понимаю родители которые дают девочку в бокс например или по грубые виды спорта так можно гимнастика там плавание у нас часто прячут девочек дома то есть они даже в школу вы знаете есть случаи когда и школы не пускают отходить я думаю это неправильно это уже остался прошлом сейчас образование на первом месте должно быть даже не сколько спала сколько образование это обязательно даже своих детей я первую очередь образование чтобы они были образованы и там чтобы в школе не из-за того что они дети и мазаки вы писали пятерки чтобы они сами эти оценки получали вас трое детей да если не ошибаюсь два мальчика одна девочка до какой главный совет вы дали своим детям я всегда вот в действии старался чтобы из-за меня родители нигде не стеснялись из-за нас и детям даем совет чтобы они были профессионалами своего дела поле чтобы они были самыми лучшими почему бы и нет нужное слово я им создал они любят учиться да любят старший сын учится в гимназии там дочка учится лицей а самый младший в этом году пойдет в первый класс у вас получается много проводить времени с ними общаться выяснять вот их проблемы стараюсь находить время не так уж много получать там сборы там поездки но стараюсь им уделять время отвечать на их ним бесконечные вопросы и то мы справлять какие вопросы чаще всего задают например на соревнованиях когда но созваниваю с ним говорят ну кто будет соперник как ты с ним будешь бороться и всегда от меня ждут только золото вы хотели бы чтобы кто-то из них продолжил старший сын илькин занимается дзюдо просто времени очень мало остается из-за учебы там очень сильную них программ гимназии ну как только время находит спорт дзюдо он занимается там некоторые успехи тоже есть ему пару медалей уже есть но если получится как спортсмен ну я думаю нужный совет я ему смогу дать какие качества вы больше всего цените в людях правдивость преданность и щедрость вы очень часто посещаете войсковые части и по рассказам насколько я знаю вы легко разбираете собираете автоматы было после европейских игр мне позвонили из министерства обороны сказать что на передовой солдаты хотят с тобой увидеться с большим удовольствием поехал на встречу с ними вот когда я поехал на встречу с ними там долгий путь мы проделали и во время одной встречи с солдатами я попросил одного автомат память чтобы освежить ну разобрался автомат нормальный память не подвела 16 лет назад брал автомат руки памяти подвела разобрал и собрал чего вы в жизни больше всего боитесь не думал об этом если бы у вас был шанс изменить свою жизнь то что вы оставили во что изменили все хорошо не надо ничего менять доволен своей жизни все хорошо я счастлив у меня есть хорошая работа есть семья какой вкус цвет и аромат у вас ассоциируется с азербайджаном цвет цвет нашего флага 3 синий красный и зеленый с азербайджаном ассоциируется вкус конечно же плов азербайджанский плов какие пять мест обязательно должен посетить турист который прилетает в азербайджан ну первым баку и чар чар там я мордах гурцунга и 3 губуста 4 и регион там можно перечислить там тоже много город генджа 2 большой город после баку какие пять блюд должен попробовать турист который прилетает в азербайджан плов дома того шашлыки это обязательно пост башню это какой момент в истории азербайджана и в мировой истории вы цените больше всего когда гидралиев пришел к власти и азербайджан как бы он спас от азербайджан был на грани распада пришел и как большой политик он доказал и собрал азербайджан и сейчас азербайджан процветает и хамалеев его сын продолжать его политику и азербайджан сейчас узнает во всем мире только как сильное государство и как спортивное государство я очень рад что раньше когда мы ехали на поездке говорили откуда вы говорили азербайджан азербайджан не так знали сейчас вот после евроигр я вот в лондон меня пригласили когда в аэропорту не как меня искал европе геймс европейские игры сейчас узнает азербайджан везде в этом заслуга политики нашего президента и конечно же спортсменов первые европейские игры которые проводились в баку ну за три месяца до проведения европейских игр мне позвонили и сказали завтра в 11 должен быть ты в бекок там организационный комитет я пришел то я не знал что почему нас туда вызвали но пришел наш министр спорта маза драгимов он когда он сказал что на стадионе факел носом будешь ты ты будешь зажгать олимпийский огонь я был в шоке я понимал ответственность я понимал что это такое и азербайджан сказал что из многих претендентов господин президентами эльбанханов выбрали тебя ты будешь зажгать огонь на стадионе я был очень радный очень тяжелая была миссия но я справился три месяца и мне сказать что это никто не должен знать это по регламенту олимпийских игр никто не должен знать даже дома я никому не сказал комитете по олимпийскому комитете даже никто не знал это был очень большой сюрприз для все кто меня знает все кто нас любит вторая миссия заключалась в том что в эти программы в евроигр включили паралимпийское чудо только из-за меня моя весовую категорию я знал уже что я буду выступать 26 июня в отачках когда господин президент зажигал этот факел этот факел должен быть пройти по всему азербайджану там у меня с господином президентом был один диалог я сказал что я 26 июня буду выходить на татами и 26 июня в азербайджане день вооруженных сил азербайджана и я сказал что я постараюсь подарить медаль верховного главнокомандующего азербайджанских войск нашему президенту и он имели банк вам сказать что я мать от тебя ждем только золото и наконец вот наступил за день 26 июня я пришел на татами но первая схватка была с греком 27 секунд числа победа япон в финале у меня был соперник который был из украины александр поминов до этого я с ним встречался за год на чемпионате европы в венгрии с ним на командном зачете я его выиграл финале это уже была решающая схватка 2-2 был счет в команде там пять человек стенка на стенку 2-2 был счет и моя схватка была решающая его выиграл и после того как я его выиграл он мне сказал я буду тренироваться или я тебя выиграю иди тренируйся и после взвешивания за день я там с ним поздоровался сказал что добро пожаловать и спросил ему как потренироваться чтобы меня ну ладно или вам хватит опять ты начинаешь и до финальной схватки мне сказать что господин президент пришел твою финальную схватку смотреть очень большое было переживание но я понял что у меня нет прав проигрывать финале и очень большую психологическая подготовка финал я выиграл и на награждение пришел сам господин президент вручил мне медаль в первую очередь поздравил его с днем вооруженных сил азербайджана потом пригласил его на пьедестал и он с большим удовольствием как он отметил принял мое приглашение и там я ему сказал господин верховный главнокомандующий солдат за киев выполнил задание ему боевое задание золотая медаль завоевана он обнял и поцелование сказал что нам азербайджан тобой гордиться и это были очень такие чувства которые это запомниться на всю мою жизнь как вы считаете карабахск конфликт должен быть решен военным путем или путем мирных переговоров мы хотели чтобы в мирном переговорами он решился но мы готовы к любому приказу мы готовы какие исторические личности литературные персонажи или герои из реальной жизни оказали на вас особое влияние пророк мухаммад я бы хотел бы отметить его и спортсменов я бы хотел бы отметить нам каббуллаева назима гусейнова мансуров и конечно же мой старший брат который из-за которого я полюбил спорт и начал заниматься спортом вы ходили вместе с ним зал просто как младший брат да то есть это было его как-то влияние на то что вот вы занимались или вам самому было интересно вот этот дух соперничества и вот ощущение того что вы можете победить что сильнее было его влияние или вот этот фактор сначала было евро его влияние она потом же свое стремление я хотел бы попросить вас рассказать несколько вот историй которые происходили с вами на разных соревнованиях подготовки к лондон лондонской олимпиаде я с олимпийцем опять в анталии на сборах там международные сборы были ну в комнате я уже под вечер стемнело я в комнате сижу и вдруг наш друг наша гордость олимпийский чемпион ильнурмамедлий начал стучаться в дверь ну я встал открыл дверь он говорит Ильхам ты молодец как-то в темноте открыл дверь слушай я в темноте две олимпиады выиграл он так ему стало плохо он говорит Ильхам я не хотел тебя обидеть я говорю ты меня не обидел все хорошо все равно я обнял его поцелова все хорошо не волнуйся сборная Азербайджана и все люди не принимают меня как что я не вижу многие даже сомневаются в этом но я хочу отметить что тотально к свету никакой реакции полная темнота что еще вот на чемпионате мира 2007 году Бразилии ну полуфинал я борю я должен бороться с американцем я стою и за мной стоит американец ну сейчас нас вызовут на татами и тренер американца ему дает наставление вот так встаньте так ну чуть-чуть знаю английский язык я понимаю то что он ему наставляет ну после того как он закончил свои наставления я повернулся и начал с ним говорить на английском спросил его там других спортсменов на английском я почувствовал как он был в шоке и он и тренер и в результате я победил его тоже и финаль тоже кубинца победил еще очень интересный случай был в 2009 году в Венгрии Дебритсен чемпионат европы финал я вышел с русским спортсменом константин капитонов ну до финала у нас был там маленький перерыв я с другом по команде иду в отель там и он идет рядом этот капитонов мой друг по-русски ничего не знает и капитан у меня спросил что или амат где-то получил травму ну разведчик диверсант во время исполнения спецбоевого задания с напиской роняем голову полностью потерял зрение друг спросил что ты ему сказал я говорю что сейчас он сигарету зажег и после того как вам сигарету зажег я его добил кто видел смерть тот знает нас мы называемся спецназ и все финальная схватка длилась там минуты даже нем там секунды я его и помросил до еще соревнования есть вот самый знаменитый это тоже француз который ну француз жулин турин и он с ними я боролся три европейских финала на олимпиаде в пекине я с ним боролся первую схватку 5 секунд чистая победа друзья его так назвать что единственный француз который знает наизусть азербайджанский гимн психологическая подготовка имеет большое значение да а как вот это происходит есть какие-то психологии которые работают или это спортсмена самого зависит от спортсмена самого зависит если я например если хорошо подготовлен к этому соревнования уже не зависит не имеет значения кто передо мной олимпийский чемпион чемпион мира если хорошо подготовлен психологически тебя тоже подготовка хорошая а если вот в ходе подготовки у тебя были травмы ты не хорошо подходит уже психологически у тебя чуть хромает. Вы на очередных олимпийских играх будете принимать участие? Буквально две недели назад на чемпионате Европы в Италии я завоевал серебряную медаль и можно сказать уже 80 процентов лицензию я обеспечил на Токио. Сейчас готовимся к Токио, будем там представлять Азербайджан. Господин президент, когда нас провожает на олимпийские, на паралимпийские игры, он никогда нам не говорит, что идите завоюйте бронзу, серебро, золото. Он всегда нам говорит, идите достойно представьте Азербайджан и мы будем стараться достойно представить Азербайджан. Серия блиц вопросов, где нужно выбрать один из двух вариантов. Европа или Азия? Азия. Закон или порядок? Закон, если будет закон, будет и порядок. Деньги или власть? Деньги. Доллар или евро? Судя по сегодняшнему курсу, евро. Образование или здоровье? Здоровье. Теория или практика? Практика. Кино или театр? Кино. Стихи или музыка? Музыка. Телевидение или интернет? Интернет. Любовь или уважение? Любовь. Доверие или контроль? Доверие. Всего лишь на один день вас назначают на вымышленную должность президент мира и дает возможность принять любые три решения, которые никто и никогда не отменит. Каким на решение вы бы приняли? Из области фантастики это вопрос. Будем... Ну, чтобы все жили в мире отменить войны. Если бы вам предложили бессмертие без всяких условий, вы бы согласились? Нет. Встретившись с Всевышним, что вы ему скажете? Поблагодарю и покаюсь за то, что я делал. Нет идеальных людей. У всех есть ошибки. Из-за ошибки я покаюсь и поблагодарю за все, что он мне дал. У нас есть традиционное обращение к зрителям, ваше напутствие. Вы являетесь для многих из нас легендой и человеком, который сумел за очень короткий период времени добиться очень больших высот, несмотря на все трудности. И вот я хотел бы попросить вас обратиться к нашим зрителям. Я бы хотел обратиться к родителям, которые прячут своих детей с ограниченными физическими возможностями. Пускай они прячут их, пускай они обращаются к паралимпийскому комитету. У нас при паралимпийском комитете образование в 2013 году был открыт детский паралимпийский комитет. Пускай обращаются к нам, и мы их... Там с ними займутся наши специалисты, и среди них тоже могут выявить талантливых детей. И кто знает, может, в будущем они тоже будут, как Ильям Закеев, олимпийским, паралимпийским чемпионом, чемпионами Европы, чемпионом мира. А так работа и труд все перетрут. Стараться нужно много работать, и независимо чем ты занимаешься, ты должен стать профессионалом своего дела. Или в спорте, или в учебе. Не имеет значения где-то. Благодарю вас за интервью. Спасибо вам тоже. Вам тоже успехов в дальнейшем. Благодарю. Это было Тельман Шоу, и у нас в гостях был легендарный Ильхам Закеев. Ильхам Закеев